То есть, соответствовала ли это Евангелие с проповедью уст? И правильно ли оно соединялось и соотносилось с другой литературой, которая тоже называлась апостольской? И эти три первых стандарта, они могут быть названы как объективные. А четвертый стандарт, он в какой-то степени субъективный. И после прочтения этого документа, Какой эффект был в результате этого? И как по вашему мнению, в соответствии с вашими чувствами, чем являлся этот документ? И еще пример для понимания. Когда я впервые поднял такой вопрос и задал его одному из профессоров, И это было очень много лет назад. И может быть даже до рождения некоторых из вас. И мне не очень хочется этого признавать. Мой профессор был очень мудрым. И он сказал, прочитай все эти Евангелия, которые не были приняты. И возвращаешься обратно и снова задашь этот вопрос. И поэтому я прочитал наиболее известные из этих неканонических Евангелий. И когда я думаю об этом времени, я всегда улыбаюсь. Потому что я читал эти Евангелия 35 лет назад. И только три года назад В наших газетах была очень удивительная новость. Что только недавно было открыто новое Евангелие. И я посмотрел на статью. Это было тоже Евангелие, которое я прочитал 30 лет назад. И, кстати, это одно из тех Евангелий. Что это замечательная новелла, Да Винчи Код. Код Да Винчи. Говорит о нем как об истинном Евангелии. По-любому я прочитал это Евангелие. И я возвратился к своему профессору. И он спросил меня, ну что ты думаешь? И я сказал, больше вопросов у меня нет. И простое чтение этого Евангелия все дало понять. Оно вообще не было похожим на предыдущие Евангелия, которые я читал. И тоже можно сказать и в отношении других Евангелий, которые называются неканоническими. Будь то Евангелие Филиппа или Евангелие Марии. Или Евангелие Иуды. И также помните, что это те Евангелия, которые были написаны во втором и третьем веках. И также я вам хочу рассказать одну тайну. Что ко второму и третьему векам. Филипп, Мария и Иуда уже все были мертвы. Если только эти Евангелия не восстали из гроба. Тогда вы поймете, о чем я говорю. И эти ложные Евангелия они безумно изобретательны. Они полны фантазии и выдумок. И те Евангелия, которые есть у нас, они очень отличаются. И это может быть ответом для поклонников Кода Да Винчи. И те, которые думают, что Евангелие от Иуды даст нам свежий взгляд на Ишуа. И также я хотел бы завершить это занятие так. Я процитирую одного человека, которого я цитировал раньше. Его зовут Вильям Ф. Албрайт. Который был самым известным археологом в Израиле. В первой половине двадцатого века. И вот что он сказал о наших текстах. И он сказал, что каждая книга Нового Завета была написана крещёным евреем. Вы слышали меня? Каждая книга была написана крещёным евреем. Конечно, это представляет нам больше смысла, что мы понимаем, что Лук был Левиат. Это для нас смысл, особенно когда вспомним, что Лука был Левитом. И мы вернёмся к тому, что он говорил. Каждая книга Нового Завета была написана крещёным евреем. В сороковых, в восьмидесятых годах первого столетия. Другими словами, это было очень рано. Благодаря открытию Кумрана, Новый Завет видим достоверность его и то, что он остаётся таким, как он был в начале. Учение Иешуа и его последователей в двадцать пятом, в восьмидесятом годах первого века. И это очень важно заметить. Это также был очень ранний материал. И вот как эта цитата завершается. И в свете этих открытий, Открытию Кумрана. Новый Завет становится более еврейским, чем мы думали до этого. И как истинно еврейской. Как истинно еврейская, как и Ветхий Завет, и как израильтяне. Теперь сделайте глубокий вдох. И то, что мы завершили к настоящему времени. Мы посмотрели на то, что это за вид литературы, Евангелие. И посмотрели на природу каждого из Евангелий. То, что было написано раввином, книжником. Левитом и священником. А сейчас я хотел бы сделать что-то другое. Мы рассмотрели четыре различных модели, четырех различных иллюстраций. Я хотел бы все эти четыре модели соединить в одну. И взять это из всех четырех Евангелий. Или какое представление мы можем получить об Иешуа из этих четырех Евангелий. Мы посмотрим на Иешуа и его еврейское окружение. Или же то, что мы можем назвать чрезвычайно и полностью еврейский Иисус. И еще один вопрос. У нас есть различные модные браслеты. И там есть четыре буквы на браслетах. WWJD Что бы сделал Иисус? Мой офис менеджер, который закончил нашу Иешиву. И очень умная женщина. Ее попросили преподавать в воскресной школе. В одной церкви в нашей местности. И она решила использовать этот браслет в качестве наглядного пособия. И поэтому она назвала свою речь следующим образом. Если вы хотите знать, что бы сделал Иисус, и стоит такая аббревиатура, то задайте этот вопрос себе. Что бы сделали евреи? Там буква одна. WWJD Начинается с той же буквы. Еврея и Иисус. Это очень интересная иллюстрация. К тому, что мы рассмотрим сейчас. И мы это сделаем очень кратко, как обзор. И я знаю, что в этом дело. Так как я только недавно давал лекцию на эту тему у себя в Иешиве. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Флорида, not Russia. Но это во Флориде. И мне понадобилось два часа. И мне не нужен был переводчик. Поэтому это будет как вывод такой небольшой. Основание того, чтобы понимать Иешуа и его еврейское окружение начинается со следующего. Нужно понимать, что иудаизм в этот период времени это период флакс и флекс. Which means that there were a lot of things going on in Judaism. And so there was a great deal of flexibility in practice and in thought. Flexibility. Yes, exactly. Now, I'm sure some of you have heard of the four major groups of Judaism at that time. You've heard of the Pharisees and the Sadducees. And you may have heard of the Zealots and the Essenes. The Essenes, of course, the people of Qumran. But sometimes we get the impression that there were only four groups of Jewish thought or belief at that time. And that there were only four groups of Jewish thought or belief at that time. But scholars tell us something different. They tell us that there were at least 24 different kinds of Jewish religious groups. At least 24 different kinds of religious groups. 24 различных религиозных группы. That's a lot of variety. It's a lot of variety. And as if that weren't enough. And I won't name all the groups. I won't name all the groups. The groups within themselves often had differences. For example. Not all Pharisees were the same kind of Pharisees. We know that there was a school of Hillel. And the school of Shammai. And they didn't always agree with each other. In fact, they rarely agreed with each other. And as it turns out at this time period. The school of Shammai were the people who had the greatest authority or influence. The group of Shammai were the people who had the greatest authority or influence. At least officially. At least officially. Now we know, of course, later. And, of course, later. That the school of Hillel became the most prominent. The school of Hillel became the most prominent. At least it was their teachings that most profoundly affected Judaism. По крайней мере, это было их учение, которое принесло больше пользы в иудаизме. So you can imagine, there was a whole lot of discussion going on. Поэтому, как вы видите, происходили очень большие, сильные дискуссии. And there was a lot of variation in opinion. И были разнообразные мнения. Yeshua enters this discussion. И Иешуа входит в эту дискуссию. And he becomes a participant in the debate. И он становится участником дебатов. On Jewish terms and in Jewish ways. В еврейских терминах и в еврейской форме. And he comes to Jewish conclusions. And he comes to Jewish conclusions. He arrives at Jewish conclusions. Он приходит. Он делает еврейские выводы. The next part of the foundation has to do with a focus. The focus is found in a key passage of the Gospels. This focus we can find in the ключевом тексте Евангелий. Matthew 5, 17-20. Matthew 5, 17-20. So please turn there. You see, this is a crucial passage in understanding Yeshua's perspective. His perspective not only with respect to the Torah, but also to the traditions. And so he begins by describing his purpose or his intention. And so he begins by describing his purpose or his intention. With respect to the Torah and traditions. He says, I have come. He says, I have come. That was the standard way in which a person proclaimed his intention or purpose. Again, say it again. That was the calm. That was the calm. That was the calm. That was the calm. That was the way he described. That was the way a person would describe his or her mission. And here's what he said. I have come not to abolish the Torah and the prophets. Я пришел не нарушить закон или пророков. И это слово «нарушить» также очень важный термин. Если вы посмотрите в греческом словаре, то вы увидите, что там есть очень много значений. Сделать недействительным. Сделать недействительным. Или другими словами, Ишуа говорит, что он не пришел сделать что-либо из этого. И для того, чтобы убедиться, что мы поняли это и запомнили. Он повторяет это снова. Я пришел не отменить это. И это он говорит так сильно, что он усиливает, он делает особый акцент, подчеркивает на то, и это он делает с помощью того стиля изложения. Он не просто говорит, ну не думайте так. В буквальном смысле текст говорит, никогда так не думайте. Что он бы аннулировал или отменил Тору. Идет очень яркий контраст. Он использует очень сильную грамматическую конструкцию с употреблением союза «но». И говорит, но я пришел, чтобы исполнить Тору и пророков. И эта конструкция, она очень важна. Потому что, что он говорит, что все, что упразднить, отменить, исполнить, абсолютно имеет другое значение. Все, что упразднить, значит, исполнить, не означает. Слово упразднить и слово исполнить стоят в противоположных сторонах или являются противоположностями. Другими словами, если что-то может звучать как отменить, это четко не означает исполнить. И почему я говорю это? Потому что я слышал очень много различных учений об исполнении. И для меня это звучало, как будто нужно что-то отменить, упразднить. Но этот текст говорит нам четко. Иешуа говорит это просто. Это являются прямыми противоположностями. Так же, как один может направляться в противоположном направлении. И что значит исполнить? И когда вы посмотрите в словаре, вы увидите. И для этого немного грамматики. И когда слово исполнить используется как причастие. И это в пассивном смысле. Это, то есть, исполнить то, о чем говорит Иешуа в этом отрывке. Отличается от фразы или слова «быть исполненным», что находится в пророках и в Писании. «Исполнить» означает что-то заполнить, наполнить до предела. Это значит, чтобы совершить, довести до конца. Это значит, чтобы подтвердить, утвердить. Показать отчетливо настоящую ценность, сущность чего-то. Это значит, что-то привести к полному пониманию, к полному проявлению. Или же «исполнить» значит «наполнить полностью». И в этом слове мы можем найти некоторый лингвистический фон. Из септуагинта, из арамейского языка и из иврита. Как вы можете увидеть это в конспекте. И так как это являются моментами, относящиеся к языку. Я поговорю об этом после перерыва. Немножко размышлял. Ну, так немножко, насколько возможно. Потому что это, конечно, опасно. Почему? Я расскажу вам, почему. Потому что это очень опасно. И я подсчитал то, сколько времени вы мне должны. Потому что иногда мы начинали поздно. А иногда мы заканчивали рано. И я все это сложил вместе. И я очень хорош в математике. Вы мне должны 45 минут. И я это говорю по такой причине. Я это говорю по такой причине. Я не хочу, чтобы никто не начинал рестлесс. 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 Backgrounds. Лингвистический фон. Тот греческий язык, который используется здесь, в Евангелии Матфея, в пятой главе. То мы можем найти фон этому предпосылке, этому в Септуагинте. И это термины, которые употребляются в отношении иврита, в Ветхого Завета. И переводят слова с иврита, которые означают. Слово исполнить означает привести к полноте. Наполнить до полна. Другими словами, я не хочу половину чашки, я хочу полную чашу. Наполнить ее до краев. И также арамейский термин, который используется для описания слова исполнить. Несет в себе идею двух прибавлений. И это похоже на следующее. Вы сохраняете преднамеренно значение чего-то. И включает все действия в этом утверждении. Также вы включаете все запрещения, которые есть в этом тексте. И это точно то, что делает Иешуа, начиная с 21 стиха. И тот иврит, на котором основывается греческий, означает поддерживать. И намекает, что учение, которое передается, completely agrees with the text of scripture under discussion. Does that make sense? As it turns out, these terms, abolish and fulfill, и как выясняется, два этих термина, упразднить и исполнить, they're part of the rabbinic discussion of the day. Являются частью rabbinistic дискуссий того времени. И так же, что Иешуа говорит после этого, that not even the smallest letter or the least stroke of a pen will pass away from scripture, что ни одна йота не придет из Писания until everything is fulfilled до тех пор, пока все не исполнится. Even that the rabbis said as well. И эти слова раввины также употребляли. Они говорили. If the whole world were gathered together to destroy the yod, the yod, the yod, that's a letter in the alphabet. И если бы даже собрать весь мир вместе, чтобы уничтожить yod, which is the smallest letter in the Torah, которая представляет собой самую маленькую букву в Торе, they would not succeed. То они не преуспеют, не достигнут успеха. Not a letter shall ever be abolished from the Torah. Letter shall? Not a letter will ever be abolished from the Torah. Now, as you see in the outline, someone might ask this question. What about Romans 10, 4? Как насчет римлянам 10 главы 4 стиха? Doesn't this say, as some translations have it, не говорит ли этот стих, как говорится в некоторых из переводов, the Messiah is the end of the law? Что Мессия является концом закона? Good question. Хороший вопрос. And I think I've got a good answer. И я думаю, что у меня есть и хороший ответ на него. James chapter 5, verse 11, uses the same word for end. В Иакова 5 главе 11 стихе используется тоже слово для описания слова конец. Don't turn to ill, I'll quote it for you. Не открывайте, я просто процитирую этот стих. It says, you know the patience of Job. И там говорится, вы знаете терпение Иова. And then this is what the text says very literally. И потом вот что говорит текст очень буквально. You have seen the end of the Lord. Вы видели конец Господа. Now who has seen the end of the Lord? А кто видел конец Господа? No one. Никто. It's the same word in both texts of Scripture. Это то же самое слово, которое используется в этих двух отрывках. This term in Greek that is translated end этот термин в греческом языке, который переведен как конец really means purpose or goal. На самом деле означает цель. So if you clearly see what this text means, и поэтому настоящее значение этого текста Romans 10.4 tells us this. Римлянам 10.4 The Messiah is the goal or the purpose of the Torah. Что Мессия является целью Торы. The Torah leads you to Yeshua. И Тора приводит вас к Yeshua. That's Romans 10.4 Это то, что говорится в Римлянам 10.4 So as you see, what I have listed under the conclusion is correct. И как вы видите, то, что я написал в выводах, в заключении, оно верно. Yeshua was saying this. Yeshua говорил. And I now quote a Jewish scholar. I'm quoting a Jewish scholar. И я цитирую одного еврейского ученого. Yeshua said. Yeshua говорил. I have not come to overthrow the Torah. Что я не пришел удалить Тору. Or empty it of its content. Или опустошить ее от ее сущности. I've come to increase that content. Но я пришел, чтобы дополнить ее содержание. And fill the Torah full to the brim. И наполнить Тору до краев. All the way to the top of the glass. До конца этого, до краев чашки. Понятно? Good. I have a quotation there for you. Также я записал одну цитату для вас. Which summarizes what Yeshua is saying. It's written by an orthodox Jewish scholar. И она была написана одним ортодоксальным еврейским ученым. Who was also a scholar of the Newer Testament. Here's what he said. И вот что он говорит. Yeshua never and nowhere broke the law of Moses. Yeshua никогда не нарушил закон Моисея. Nor did he in any way provoke its infringement. И никогда не провоцировал то, чтобы нарушить его. It is entirely false to say that he did. Это было бы полностью ошибочным сказать, что он так сделал. In this respect, you must believe me. Учитывая это, вы должны верить мне. Потому что я знаю мой Талмуд более-менее. This Jesus was as faithful to the law as I would hope to be. Этот Иисус был верен закону. Я надеюсь, что так и было. But I suspect that Jesus was more faithful to the law than I am. Но я предполагаю, что Иисус был более верен закону, чем я. And I am an orthodox Jew. Хотя я тоже являюсь ортодоксальным евреем. Now that's a pretty powerful statement. И это очень сильное заявление. Let me make it even more powerful. Я хотел бы еще сделать его более значительным. Because you must understand what he's saying here. И нужно понять смысл этого. When he said Yeshua never or nowhere broke the Torah. И когда он говорит, Yeshua никогда и нигде не нарушал Тору. Or encouraged others to do so. И никогда не провоцировал других так сделать. Then after saying that, he says this. И после этих слов, следующее. I know my Talmud more or less. Я знаю мой Talmud более-менее. And as an orthodox scholar, he knew it more rather than less. И как ортодоксальный ученый, он это знал больше, чем кто-либо другой. Here's what he was saying. И вот что он говорил. Yeshua never and nowhere broke the Torah. Yeshua никогда и нигде не нарушал Торы. As understood by the rabbis. Как это понимают раввины. In other words, this included the traditions. Другими словами, это включает в себя и традиции. Which we find in the Talmud. Которые мы можем найти в Talmud. And then remember how he concluded. И вы помните, как мы завершили. He said this Yeshua was more faithful to the Torah than I am. И этот Yeshua был более верен Торе, чем я. And I'm an orthodox Jew. И я являюсь orthodoxальным евреем. He was more orthodox than the orthodox. И Иисус был даже большим orthodox, чем обычный orthodox. A pretty powerful statement. Это очень сильное заявление. Let me add one that's not here. Я хотела бы еще процитировать одно, которого нет здесь. This comes from the Encyclopedia Judaica. What's that? That's an encyclopedia. It's called the Encyclopedia Judaica. It's called the Encyclopedia Judaica. It is written by a man who was a department chair at Hebrew University in Jerusalem. He's the leader of the department chair at Hebrew University in Jerusalem. Он является руководителем отдела в еврейском университете. Unfortunately, he recently died. К сожалению, он недавно умер. Here's what he said. И вот, что он говорил. The Gospels provide sufficient evidence Евангелие предоставляет достаточно доказательств that Jesus did not oppose any prescription of the written or oral mosaic law I'll repeat that. The Gospels provide sufficient evidence to the effect that Jesus did not oppose any prescription of the written or oral law That's a powerful statement. By yet another Jewish scholar who's also familiar with the Gospels who's also familiar with the Gospels Now Yeshua goes on to say Yeshua продолжает и говорит in verse 20 that your righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees Now that's a powerful statement also because remember the Pharisees were the models of observance in the Second Temple period These were the people that the people looked up to These were the people that the people looked up to They were the good guys not the bad guys He said Your righteousness has to be greater than that of the Pharisees He said Your righteousness has to be greater than that of the Pharisees Now a lot of people think the Pharisees had very little righteousness In other words their righteousness was somewhere down here But if that were the case It would mean nothing to say you need to exceed that righteousness Then why not to be to say you need to exceed that righteousness But if their righteousness were somewhere up here Which it was And for Yeshua to say go beyond that That's pretty powerful However a problem arises in the very next verse And this passage is not found in your outline So please add it there There's a phrase that repeats through these last several paragraphs There's a phrase that appears throughout the rest of chapter 5 There's a phrase that appears throughout the rest of chapter 5 You have heard it said but I say to you That almost sounds as if Yeshua is opposing something It sounds as if Yeshua начинает что-то противопоставлять себе Something that's either in the Torah or the traditions So let's examine this phrase more carefully First of all if you look at the Greek text And you will do that with me briefly And you will do that with me briefly What is not in the text is this word What is in the text is this word Now you don't need to know an awful lot of Greek You don't need to know an awful lot of Greek To see that this word is not this word чтобы увидеть что это слово оно не является тем словом This is the word for but that you find in Matthew 5.17 This is the word for but that you find in Matthew 5.17 Это слово для описания слова но в Матфея 5.17 When Yeshua said I have not come to abolish but to fulfill This is the word that you find in Matthew 5.21 until the end Obviously it does not mean the same thing Can you see that? Good So what does that term mean? Basically it means and or more over In other words it's not a word of contrast In other words what he's saying is you've heard this said Now let me add to that Let me fill this full of meaning Let me add all the implications in the word And применить и дать больше применения к этому слову The interpretation that fully upholds the text Oppose Uphold In other words I've just given you the meanings of the term fulfill in Hebrew Aramaic and Greek And this is what Yeshua was doing when he said Not what I say to you Not but I say to you And Yeshua говорил не Но я говорю вам Rather and I say to you And in fact if you translate that phrase back into the Hebrew you get the phrase that Ani Omer Lechem That Ani Omer Lechem It's a phrase that used frequently in the rabbinic writings It's a phrase that used frequently in the rabbinic writings When one rabbi is trying to make sure that another rabbi is fully explaining the text Again When one rabbi is trying to make sure that another rabbi is fully or completely explaining the text So now do you understand this phrase It too is a phrase from the rabbis And Yeshua was using it Now when Yeshua said V'Ani Omer Lechem And when Yeshua сказал V'Ani Omer Lechem And then he gave his interpretation He was doing what the rabbis did He was building what the rabbis called a fence around the Torah As the rabbis built a fence around the Torah So Yeshua builds a fence around the Torah And guess what? And guess what? The fence is made of the same materials Let me give you an example A man that I know back in the United States did a doctoral dissertation on this subject He took Pirkei Avot which is the first and earliest part of the Talmud And he compared that with the first three Gospels And he found more than 400 parallels 400 parallels 400 parallels Pirkei Avot is only six chapters long That's a lot of parallels And then he said sort of in the appendix of his dissertation By the way I looked at another tractate or chapter of the Talmud Again I looked at another tractate or chapter of the Talmud And I found even more Many more parallels But that's somebody else's dissertation But that's somebody else's dissertation It's not surprising then To find things such as this If you understand what we've already come to learn And you also understand a passage I've included under B on the next page of your outline It's Matthew 20 It's Matthew Matthew 23 23 Yeshua said Whatever the Pharisees teach Yeshua говорит Чтобы не учили вас фарисеи Do it делайте это Let me repeat that And I want to repeat that Whatever the Pharisees teach Do that That's what Yeshua said Now if you have a problem with that Don't take it up with me Take it up with him And understanding that passage And understanding that passage It's not very surprising to understand then That you can find parallels to all of Yeshua's teachings In the writings of the rabbis I'll repeat that You can find parallels to all of Yeshua's teachings In the writings of the rabbis Now that's radical But it's reality Now if you think that that diminishes Yeshua's stature If you think that diminishes Yeshua's stature Before we conclude this afternoon I will try to show you that it enhances his stature Enhance Makes it even greater But first we'll look at some of these passages under what I've called the friction Next page And before we look at the controversies I want to look at some compatibility That first reference Mark 7, 5 and then the next paragraph Yeshua uses the same form of response to his disciples and to the crowds Yeshua использует такой же вид отклика в отношении своих учеников и в отношении толпы The same form and kind of response as Yohanan Ben Zakkai used with his disciples and with the crowds that he taught but more on that later Now this is a little bit of a test To see how well you know the Gospels Remember you will read all the Gospels Помните, что вы прочитаете все Евангелия And if you're good Jews 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 Or people connected to us as Jews Or people connected to us as Jews You might even want to memorize them So let me test your memory I will give you a statement and you will tell me where it's found He who humbles himself will be elevated будет возвышен Where is it found? Another guess Good guess Wrong guess One more guess I read it to you from the Talmud Now you will also find it in Luke But I read it from the Talmud Но я прочитал это из Talmud Let's try another one Давайте попробуем еще один When you're invited to a feast Когда вас приглашают на праздник Take the lowest place or seat Занимайте самое низкое положение So the host will come to you and say Так что когда хозяин дома придет к вам и скажет Take a better place Where does that come from? Откуда это? Правильно I read it to you from the Talmud Я прочитал это из Talmud You also find it in Luke 14 И это также можно найти в Луки 14 Let your yes be yes and your no be no Пусть ваше да будет да и ваше нет будет нет Where is it? Где это? Talmud I read it to you from the Talmud Yes it is also found in Matthew But I read it from the Talmud Do unto others as you would have others do unto you поступайте in front of you And that тот список ссылок перед вами match the passage from the Gospels with the passage in the Talmud We didn't go through them all And there are many more than I've listed Есть намного больше чем я могу перечислить Including such striking statements as И включая такие поразительные утверждения как например It's easier for a camel to go through the eye of a needle Что легче корове пройти сквозь угольные уши Than for a rich man to enter the kingdom of God Чем богачу войти в Царство Небесное Or such more profound statements What is the greatest commandment? Love the Lord your God And also love your neighbor as yourself Lay up your treasures in heaven Not on earth Talmud says the same thing Are you getting the point? Понимаете ли вы это? Alright good then we'll stop here Last line of those references И еще последняя группа ссылок John 8 verse 46 Иоанна 8 глава 46 стих Иешуа говорит народу Can anyone among you accuse me of anything wrong? Может ли кто-то из вас обвинить меня в том что я сделал что-то неправильно? Not just violations of Torah Not just violations of Torah But anything that I've done that's wrong Но любое что я мог сделать неправильно And no one from the crowd steps forward И никто из толпы не вышел вперед The conclusion is obvious И вывод он очевиден He had done nothing wrong with respect to the Torah or the traditions Что он не сделал ничего неправильного неверного в отношении Торы или в отношении традиций The next reference confirms this И следующая ссылка она подтверждает это Марк 14 55 and 56 Ишуа was before the Sanhedrin They tried to find witnesses against him And they cannot Because he had done nothing wrong By the way the Sanhedrin Particularly the Sadducees were very scrupulous or careful to judge others not necessarily themselves to judge others with respect to violations of the Torah Luke 13 31 Yeshua is not only welcome in the home of the Pharisees Yeshua is not only welcome in the home of the Pharisees who are very careful about who they welcomed They try to save his life when Herod tries to destroy him In other words they respected him highly as one Jewish rabbi wrote in a book and this is the title of the book Jesus the Pharisee Jesus Pharisee lich in the Old is not only asking to